Бои гладиаторов в столичном легкоатлетическом манеже. В Кишиневе накануне прошел 11-й турнир по К1. Более 2000 зрителей с волнением наблюдали за битвой титанов. Спортсмены из Европы и Азии превратили зал манежа в настоящую арену гладиаторов. Но только самым лучшим удалось завладеть победным кубком. Бои гладиаторов в столичном легкоатлетическом манеже. Каждый боец пытался привлечь публику своим необычным видом. К примеру, Максим Райлян, пожарник по профессии, ворвался на ринг в полной готовности потушить пожар. Молдаванин победил белоруса Игоря Зеброва, даже несмотря на то, что в первом раунде ему сломали нос. В решающей битве Райлян собрал все свои силы и выбил из дальнейшей борьбы белоруса. Я работаю в МЧС уже четвертый год, работаю пожарником. Мне не дали, потому что это вот врачами смотреть что-то, не понимая, зачем нужны были эти остановки. Если бы их не было, бой бы закончился гораздо быстрее. Самым зрелищным в тяжелой весовой категории стал поединок между Максимом Болотовым и Павлом Ворониным. За день до соревнований оба спортсмена делали весьма грозные заявления в адрес друг друга. Однако ринг рассудил все споры. Болотов одержал победу над Ворониным в третьем раунде и стал сильнейшим молдавским бойцом в своей категории. Доказал, что я не слабал, что я нереально. Воронин долг. Как следует прикурить, чтобы он понял, что он отвечал в следующий раз за свои слова. Он может только сбить день. Могрег, это означает, что у меня еще было полным силом еще драться в экстра-раунде, в первом и втором экстра-раунде. У меня же он спутинный аэр. А мне немного не хватило воздуха. Он оказался лучше меня. Надеюсь, в будущем мы еще поборемся, и мне удастся взять реванш. В следующем поединке титул лучшего спортсмена страны в очередной раз подтвердил Константин Цуцу. Он победил в дополнительном раунде белоруса Дмитрия Шакуту. Разъяренный Шакута покинул ринг и даже не захотел пообщаться с прессой. Что случилось? Там спортивные детали, мундиалы. Он спортсмен мирового класса. Мне было нелегко бороться с ним. У него больше опыта. Я лишь старался доказать, что молдаване тоже чего-то стоит. В последнем противостоянии вечера в финальном турнире Кристиан Дарел боролся с немцем русского происхождения Денисом Шнайтмиллером. Молдаванин ввел на протяжении двух раундов, но получил технический нокаут. Таким образом, в третий раз в истории соревнований нашему спортсмену не удается звать пояс чемпиона Кишиневского гран-при. Не ожидал. Такой победы нет. Я думал, может быть, у меня шанс есть по пунктам выиграть. К этому я шел очень долго. Я занимаюсь около 13 лет. Моя мечта сбилась чемпиона мира в Кауках. Праздновать я буду спокойно. Чуть-чуть пива выпью. Могу лишь сказать, что с его стороны было не очень корректно. Он не дал мне возможности бороться. Но ничего, в будущем непременно еще встретимся с ним, и я докажу, что мы лучшие. Вы помните, когда проигрывали последний раз? Честно говоря, нет. Накануне вечером была представлена и национальная сборная Молдовы, которая отправится на чемпионат мира. Спортсменам в этих соревнованиях будет помогать благотворительный фонд «Эдельвейс». Фонд «Эдельвейс» уже много лет спонсирует молдавских спортсменов. Сегодня мы прибыли сюда поддержать любителей, которые скоро отправятся на чемпионат в Латвию. Чемпионат мира среди любителей пройдет с 3 по 7 октября в Риге. За нашу страну выступят 20 спортсменов в трех возрастных категориях. Субтитры создавал DimaTorzok